Итак, давайте сначала признаюсь я, а возможно признается кто-то и вас, и можно прямо написать об этом в чате. Давайте признаемся вот в чем. Когда наступает какая-то тяжелая ситуация или, скажем, критическая ситуация, форс-мажорная ситуация, непредвиденная и так далее. Когда мы начинаем переживать сильно за происходящее событие. Вот скажите, у вас бывает такое, что наступает какой-то момент и вам хочется просто опустить руки, зарыться головой в песок, уткнуться в подушку, ничего не делать. И в мозгу сидит такая мысль. Я ничего не хочу, ставьте меня все в покое, мне страшно, я боюсь, я не знаю, что мне делать. Вот у меня бывают такие моменты отчаяния, и я думаю, что не только у меня. Это в общем-то такая человеческая эмоция, основанная на естественном страхе, страхе неизвестности прежде всего. И я считаю, что она имеет место быть. Но проходит этот момент, и ты начинаешь трезво оценивать ситуацию, обстановку, и ты понимаешь, что если ты сейчас сделаешь именно это, что было в этом моменте, то есть ты опустишь руки, ты плюнешь на все, ты перестанешь барахтаться в этой жизни, то в общем-то все пойдет крахом, все развалится, потому что все на самом деле вертится вокруг нас, женщин. Моя аудитория преимущественно женская, поэтому я смело обращаюсь к нам, к женщинам. Все крутится вокруг нас. Я вот сейчас, перед тем, как начался эфир, я просматривала сообщения на канале Телеграм, и увидела очень такое позитивное сообщение от одной из моих подписчиц. Она написала, что, ну, она там написала большое сообщение, и в конце такая фраза, «Мир начинается с меня». И меня это прямо вот торкнуло, думаю, блин, это как раз вот в тему вот этого моего разговора с вами сегодняшнего, что действительно мир начинается с каждого из нас. И мир не только вот в прямом понимании, но мир во всех пониманиях этого слова. Мир начинается с нас. И как бы нам ни было трудно, мы все равно поднимаемся, поднимаемся с колен, поднимаемся и начинаем делать наши дела. Мы переживаем, мы можем даже плакать от безысходности, от каких-то страданий, но мы продолжаем делать наши дела, потому что мы должны заботиться о нашей семье, о наших мужьях, родителях, детях, внуках. Мы болеем, но мы продолжаем делать как-то наши дела. Мы страдаем, но продолжаем что-то делать и как-то жить. К сожалению, мы даже хороним наших, да, наших близких, родных, и мы продолжаем жить, барахтаться и что-то делать в этой жизни, несмотря ни на что. И на все на это нам нужны силы. Нам нужны силы физические, нам нужны моральные силы, духовные, душевные. Нам нужна энергия, нам нужен запас прочности. И бывают периоды, когда мы должны не просто жить, мы должны выживать, мы должны выцарапывать себе вот эту жизнь, да, выкарабкиваться из нее. Потому что бывают очень трудные периоды. И все это мы выдерживаем. И вот теперь смотрите, как моя мысль развивается дальше. Когда я выхожу из дома, иду по улице и смотрю на людей, я вижу, что процентов 90, если не больше, вот, к сожалению, если не больше, это прям откровенно и очевидно больные люди. Причем не только пожилые, но и довольно молодые. Я вижу довольно много молодых людей, гораздо моложе меня, мне уже почти 60. Я вижу 30-летних, 40-летних и даже моложе. Я вижу, что они уже больны. У них неестественно раздутые тела, опухшие тела. У них совершенно четко, ярко выраженный, нарушенный обмен веществ. Это о чем говорит? О том, что если они сейчас еще и не чувствуют каких-то заболеваний, может быть, они чувствуют только тяжесть от своей раздутости, от лишнего веса. Но недалек тот час, когда они почувствуют и какие-то симптомы первых появившихся хронических заболеваний. А они, конечно же, наступят, потому что нарушение обмена веществ всегда ведет к появлению каких-то недугов. Сначала одного, потом другого, потом это все идет как снежный ком. И все это выбивает человека из нормального ритма жизни, из здорового образа жизни. И вот тогда возникает вопрос, а как? Как нам выживать? Как нам выкарабкиваться? Как нам заботиться о своих близких? Как нам любить их? Как нам их поддерживать, помогать им? Если мы сами находимся на стадии развала, деструкции, краха, если тело уже терпит, ну, просто крах. Тело разваливается. И найти энергию для жизни и для того, чтобы заботиться не только о себе, но еще о своих близких, очень трудно. И что получается, что больше 90% людей находится именно в таком состоянии краха текущего, вяло текущего или быстро текущего краха, деструкции, развала. И что будет дальше с нами, если уже сейчас мы видим, что человечество просто разваливается? Как мы будем выживать? Как мы будем дальше жить в этом мире, если мы разваливаемся? Я говорю мы, потому что я имею в виду все человечество в общем и целом. Потому что более 90% того, тех, кого я вижу, это уже человечество. И кроме того, что мы должны выполнять свои обычные жизненные задачи, которые мы призваны выполнять как женщины, нам нужно еще каким-то образом немножко хотя бы думать о том, как мы выглядим, как мы себя чувствуем. Но эта сторона, она вообще уже может отойти на второй или даже третий, пятый, десятый план. Потому что сейчас наиболее важными кажутся задачи выживания. А о том, как мы выглядим, это уже потихонечку отходит на какой-то другой план. И что мы в итоге получаем? Мы получаем больных, некрасивых женщин. И что дальше будет с этим миром, если уходит красота, если уходит энергия и уходит здоровье? Что дальше будет с этим миром? Я думаю, ответ належит на поверхности. Это просто конец всему. Потому что так не должно быть. Природа этого не предусматривала. Она предусматривала, что человечество будет сильным, красивым, живучим и созидательным. Но этого не происходит. И теперь еще очень важный, мой важный вывод, который я делаю из всего этого, что я сейчас сказала. Как вы думаете, из какого тела, тела физического и энергетического, у нас же несколько тел. Ментального тела, информационного. Вот из какого тела человеческого исходит больше позитивной, положительной энергии, заряжающей положительным образом окружающее пространство. Из здорового и красивого тела или из больного и разваливающегося. Ответ опять лежит на поверхности. Больное, страдающее тело, которое еле передвигает ноги и думает только о том, как бы дожить сегодняшний день. Это тело не может продуцировать свет, положительную энергию, высокие вибрации. Это тело как раз продуцирует обратные вещи. Это отрицательные негативные энергии, энергии страдания, боли и так далее. И сейчас я перехожу к еще более важной вещи, которая касается напрямую сегодняшних событий. Часто можно услышать такую реплику. А что мы можем сделать? А что может сделать человек? Вот в этой ситуации, когда идет мировой глобальный передел, и эта катастрофа касается, она мирового масштаба. Она не касается какой-то отдельно взятой страны. Это катастрофа мирового масштаба. Можно было бы спросить, а что я могу сделать? Вот я, да, вот что я могу сделать? Я, например, не верю в то, что совершенно ничего нельзя сделать. Да, мы не можем подняться до высшего эшелона власти, чтобы идти отдавать свои какие-то советы и приказы. Мы потому что у каждого свое место. Да, мы не можем быть Господом Богом, чтобы по щелчку сделать так, чтобы везде был мир и все было хорошо. Мы очень многого не можем, вот в прямом понимании, да, как это, ну, как это можно было бы подумать. Но мы на самом деле можем кое-что сделать, каждый по отдельности, но чтобы в общем и целом это повлияло на изменение картины мира. А именно мы можем продуцировать как можно больше положительных энергий и высоких вибраций. Каким образом? Вот таким, что мы будем делать себя здоровыми и красивыми, несущими свет, любовь, с ясными глазами и с положительными энергиями и высокими вибрациями. Как мы это можем делать? Только тотально оздоравливая себя, вылезая вот из этих вот тел, забитых, больных, из этих тушек, раздутых неимоверно, вылезая из своих болезней, из лишнего веса, вот из всего того, что нас прибивает и не дает нам расправить свои крылья и нести свет и любовь и положительные энергии и высокие вибрации. Наверняка вы слышали такие, ну, как, я не знаю, как это назвать, ну, не легенды, не сказки, а, скорее всего, это даже, это просто реальность, когда очень много людей собираются где-то в одном месте и начинают молиться, обращаться к Всевышнему с каким-то одним запросом, с очень таким благородным запросом, да, то это работает. А вот представьте, если взять в масштабе Земли, вот представить такую картину, если все-все больные люди, да, вдруг в один момент начали делать что-то для того, чтобы перестать быть больными и для того, чтобы продуцировать, да, вот ту самую положительную энергию, вы представляете, насколько сильно улучшилась бы ситуация на Земле в мировом масштабе, если бы от каждого человека пошла положительная энергия и высокие вибрации. Конечно, это может быть на уровне утопии, но с голубого ручейка, да, начинается река. Все начинается с малого. И почему бы нам, вот в этой нашей узкой коалиции, там, на уровне 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, на уровне 1000 с небольшим подписчиков в Телеграме, на уровне 80 тысяч подписчиков в Ютубе и так далее, почему бы нам не взять вот такое направление своей жизни сейчас и начать тотально оздоравливаться и переходить на более высокий уровень, чтобы нести в мир вот этот свой положительный свет, положительную энергию. Во-первых, это поможет вообще и в общем и целом миру. А во-вторых, это сделает вас счастливыми людьми, потому что ваша жизнь качественно изменится в лучшую сторону, а это значит, что жизнь будет более полноценной, более длительной, и больше людей вокруг вас, ваших близких и родных людей, получат очень много хорошего и позитивного от вас. Больше любви, больше света, больше помощи, заботы, больше счастья. Вот так я мыслю. И я считаю, что мои мысли правильные. И еще я сегодня в Ютубе тоже просматривала комментарии и прочитала сообщения о том, что женщина недавно подписалась на мой канал и стала просматривать с самого начала мои видео, с 2016 года, мое самое начало, как только я начала заниматься практикой очищения организма. И она мне сказала, Бая, ни за что не удаляйте ваши первые видео, потому что они помогают понять весь ваш путь, вашей трансформации и весь смысл того, что вы делаете. Пожалуйста, продолжайте заниматься этим и несите в мир эти знания, потому что то, что они несут, это просто чудесные превращения. Конечно, я безмерно благодарна вот таким откликам, потому что они меня еще раз убеждают в том, что я действительно делаю какое-то нужное, правильное дело. И еще я получила сегодня письмо в почту от моей подписчицы. Она тоже мне сказала примерно то же самое. Бая, вы делаете очень благородное дело. Я вас очень хорошо понимаю, я медик. Я медик, я знаю, что думают медики, какие настроения царят в их среде, но я не разделяю их позиции, у меня есть свой путь, я знаю, что такое очищение организма, я изучала гонян, я смотрела все ваши видео, материалы, и вы на правильном пути, я вас поддерживаю, я иду таким же путем. А это еще более приятно, потому что когда медик признается в том, что он считает правильным путь очищения, путь натуропатии, то это прям вот хочется сказать yes, yes. Потому что я знаю на самом деле, как тяжело это входит в среду медиков. Итак, тема очищения организма. Я именно ради нее сделала вот такое большое вступление, потому что очищение сейчас, да, почему именно сейчас важно очищение? Потому что мы очень сильно погрязли в разного рода отходах. Это не только физические отходы, шлаки и токсины, это еще очень много информационной грязи, которая льется, как вы видите, со всех сторон. Ложь, введение в заблуждение, клевета, несправедливость. Очень много негатива идет, очень много всякой спорной информации, чернота. Это все, конечно, нас загрязняет. И если учесть то, что большая часть населения загрязняется физически всю жизнь, начиная с самого рождения, да, потому что у нас нет в культуре теории и практики правильного, естественного питания. Наше питание, оно чрезмерно усложнено. То постепенно, да, год за годом накапливая и физические загрязнения, и вот эти вот информационные, человек превращается к своему взрослому состоянию, он превращается просто в носитель такого количества токсичной грязи, что говорить о том, что он может стать очень быстро здоровым, только изменив свое питание, просто не приходится. Во-первых, потому что он не может изменить свое питание, потому что он привык питаться грязным образом, тяжелым образом, и все время переедать. Это раз. Это во-первых. А во-вторых, как бы он ни старался, даже если у него будет что-то получаться, да, с его питанием, модернизировать его, как-то корректировать, то оно ляжет на грязную почву. И пока оно вот это вот все восстановится, пока человек начнет чувствовать какие-то первые свои только подвижки, и пройдет очень много времени, я боюсь, что даже несколько месяцев или даже больше года, и не у каждого хватит терпения, чтобы ждать. Вот я перешел на здоровое питание, как вы советуете, а что-то я не вижу, чтобы у меня были какие-то подвижки. Вот поэтому очень важно сейчас научиться вот этой замечательной практике, как очищение организма. Я не случайно запустила этот интенсив, который у нас, по идее, должен стартовать завтра, но я прям вот боюсь, что придется его прям, может быть, на парочку дней сдвинуть. Просто потому, что вот идет поток, люди не успевают оплатить, да, кто-то там просит, можно завтра, можно послезавтра. Ну, посмотрим. Сегодня еще впереди целый день. Идет набор, люди присоединяются, уже создана группа в Телеграм, набор интенсив по очищению. Почему вот именно сейчас я хочу это сделать? И почему именно двухнедельный, короткий? На самом деле у меня есть очень большой проект по очищению, который называется «Бесконечный марафон». И туда я беру людей на неограниченное количество времени, то есть безлимитно. Но у нас с вами сейчас форс-мажор. Сейчас ситуация требует ускорения. Мы не можем это все растягивать на года, мы не можем что-то там в час по чайной ложке. Нам нужно все быстрее делать. Нам нужно хотя бы это все в ускоренном формате изучить, чтобы потом каждый квартал вы могли это сами все выполнять. Поэтому вот этот двухнедельный интенсив, это будет такая, знаете, как ускоренная школа ликбез по очищению. Это, знаете, похоже на что? Когда наступает война, какие-то форс-мажорные обстоятельства, быстренько набирают на курсы медсестер и готовят именно медсестер, которые могут сделать какие-то банальные вещи. Их буквально несколько недель обучают, сделать укол, перевязать рану, наложить гипсы и так далее. Ну, вместо того, чтобы учить их несколько лет в медицинском колледже. Вот форс-мажорные обстоятельства заставляют это делать. То же самое я хочу сделать вот этим вот интенсивом. Я уже поняла, что можно бесконечное количество времени вот это вот все оттягивать. Ну, ладно, я завтра. Ну, ладно, я в понедельник. Ой, нет, вот сейчас я работаю, вот я дождусь отпуска. Вот тогда я приступлю. Ой, нет, в этом году я не буду. У меня там по гороскопу мне нельзя. А вот я тогда в следующем году. И так можно бесконечно оттягивать, оттягивать. И между тем продолжать накапливать отходы в теле. Продолжать пухнуть, болеть и так далее. И это может быть бесконечно, а потом уже вернуться из тяжелого состояния запущенного, назад в здоровое, будет очень трудно. Поэтому чем быстрее за это взяться, чем быстрее это все освоить в таком форс-мажорном ритме, и внедрить, и потом повторять, то мы сильно-сильно ускоряем приближение хороших положительных результатов. Вот почему я вижу, что люди с удовольствием идут на такое мероприятие, кратковременное, и что есть спрос на это. Потому что обстоятельства этого требуют. Что значит очищение организма? Понимаете, я как человек, который внедрил практику очищения как в свою жизнь, как естественную и составляющую своей жизни, без этого я сейчас просто даже не представляю, как можно жить. И между прочим, не я одна. Вот те люди, которые уже познакомились с этим на практике, и периодически прибегают к практике очищения, они тоже так и говорят. Мы даже не понимаем, как это сейчас можно жить без очищения. Но тело само просит. Это действительно так. Тело – это самый мудрый организм, наш, ваш, человеческий, который стоит ему только чуть-чуть намекнуть на то, что мы приводим его в порядок, как наше тело сразу же очень быстро отзывается, и оно начинает просить того, что является для него нужным, полезным, органичным и спасительным, я бы даже так сказала. Потому что это действительно очищение организма, это действительно спасение. Это спасение. На самом деле очищение организма, я сейчас говорю про практику очищения по системе органян через условное голодание. На самом деле это очень такая практически бытовая, приземленная вещь. я хочу, чтобы как можно больше людей поняли это. Что это не героизм, что это не что-то такое нестандартное. Это очень нормальная практика. Это должен знать каждый человек. Но это то же самое, что мы идем и моем руки, что мы моемся души, что мы чистим зубы, что мы моем пол в квартире, что мы делаем генеральные уборки. Почему мы заботимся о внешней чистоте? Потому что мы не хотим быть грязными. Потому что это дурно, это нехорошо, это плохо пахнет, это антисанитария. Очищение организма изнутри, это то же самое, это борьба с антисанитарией внутри. А что это может быть еще, да? Если мы пухнем, если мы болеем. Это грязь, это шлаки, это отходы, это то, что должно было быть выведено, но то, что почему-то не выводится. Почему не выводится? Давайте это выведем. Давайте, вот это я и предлагаю, давайте выведем вот это, то, что мы накопили. Давайте мы научимся это делать. Если мы не можем это вывести за один раз, а это действительно очень тяжело, за один раз, да, за один какой-то курс вывести все, что накопилось. Но мы хотя бы чуть-чуть разгребем эти завалы. И мы хотя бы научимся это делать на бытовом уровне, так, чтобы не приходилось потом каждый раз бежать к бае и стучаться в марафон, да, помогите. Очень многие мне, когда я сделала рассылку по своей электронной базе, ну, с приглашением на этот интенсив, очень многие мы написали, баечка, спасибо огромное, мы все изучили по вашим материалам, мы делаем все сами, я делаю все сама. Вот услышать такие слова для меня, это бальзам мне на душу, это значит, что я не напрасно работаю все эти годы, не напрасно я вас учу, значит, все это ложится, откладывается, и вы учитесь. Боже мой, как я этому рада. И вот это вот мероприятие, да, этот интенсив по обучению, очищению организма, это еще один шаг, чтобы еще одна партия людей научилась это делать правильно, грамотно, смело, с умением слушать себя, и потом, чтобы в следующий раз они мне так же написали, спасибо, баечка, я все знаю, как делать. Для того, чтобы научить вот всему тому, да, что знаю я, что прошла я, а опыт мой, он же обогатился не только моими собственными приключениями, но и огромным опытом, накопленным с моими клиентами вот за эти 6 лет. Представляете, за 6 лет сколько прошло людей через все вот эти вот мои мероприятия, консультации. Это же огромный опыт. И на сегодняшний день этот опыт говорит мне, что да, это то, это то стоящее дело, которое надо изучать, надо практиковать и относиться к нему как к очень естественной составляющей своей жизни. Для того, чтобы передать вот этот весь опыт, накопленный мной и моими клиентами, вот в это моё мероприятие интенсив я вкладываю, что, во-первых, я дарю 4 книги свои, да, в электронном виде, каждая из которых как раз на эту тему, да, и об условном голодании, и о выходе, и с рецептами, и вообще, как дальше жить, как питаться. Кстати, сейчас скажу про то, как дальше питаться. Вот. Я в течение двух недель планирую каждый день проводить живые встречи с моими участниками интенсива, чтобы вот вживую им объяснять всё и чтобы вживую отвечать на их вопросы, чтобы у них было полное ощущение, что они со мной, что я держу их за руку, что я им разжёвываю и вкладываю, да, это всё в их мозг, чтобы всё у них там раскладывалось по полочкам. И масса, конечно же, будет теоретической информации, да, файлы, которые я буду просто вбрасывать в чат. Человек может их скачивать, сохранять, читать, изучать. И я никогда не закрываю доступ к каким-либо чатам, которые были открыты, да, каким-то материалам. Никогда. Если человек вот заплатил и пришёл и это взял, то это ему уже навсегда, ещё ни разу не было такого, чтобы я закрыла, какой-то свой курс там или доступ к чему-то. Вот в чём смысл этого мероприятия. Вот по поводу того, как пытаться дальше. Смотрите, сейчас мы имеем вот эту ситуацию, да, что будет завтра, послезавтра, мы не знаем, но не исключён тот факт, что с экономикой будет как-то что-то происходить. Не исключён этот факт. Конечно, дай бог, чтобы всё было хорошо, но возможно, возможно, что-то будет не очень хорошо, возможно, будет дорожать продукция, возможно, упадут наши доходы. Вот по себе могу сказать, что они уже, да, заметно упали и некоторые вещи уже я не покупаю, которые там ещё пару месяцев назад я могла совершенно спокойнее позволить. Сейчас я уже думаю, нет, я лучше куплю что-то чуть-чуть там немножко из более другого ценового диапазона, но я маленько сохраню свой запас. Вот чтобы нам быть готовыми к таким, скажем, пищевым или продуктовым стрессам, я бы даже так, наверное, назвала, да, но это своего рода стресс, когда ты покупаешь себе всё, что ты хочешь, всё, что ты любишь и получаешь наслаждение от своей еды, а потом наступает момент, когда ты понимаешь, что вот это ты уже не можешь себе купить, да, а вот хочется, а вот не дают финансовой возможности. Это своего рода стресс. Вот чтобы этот стресс не ударил больно, я предлагаю вот прямо с этого интенсива, да, когда мы почистим организм, научимся это делать, прямо вот сразу с этого периода переходить на другой образ питания, который я бы называла минимализмом, пищевым аскетизмом, как бы ещё это назвать, малоедением, возможно, ну, в общем, довольно сдержанным таким стилем питания, которое на самом деле является очень здоровой тенденцией, которое на самом деле очень хорошо нормализует обмен веществ, очень хорошо помогает снижению веса и, соответственно, оздоровлению общему, то есть уход каких-то беспокоящих факторов, да, исчезновение каких-то хронических заболеваний и так далее. То есть, в общем и целом, вот такая сдержанность в еде, отсутствие слишком большого количества еды, слишком разнообразного, оно на самом деле очень здоровая тенденция. Я вот часто думаю о своих маме, папе, да, о бабушке. Вот они много лет оставались и остаются такими бодрячками, жизнеспособными. Ну, допустим, взять мою маму, да, ей 85 лет. Она худенькая, она шустренькая, она ходит пешком, работает в огороде, она не ходит к врачам, у нее нет никаких хронических заболеваний. Ну, есть там какие-то общие, да, бывают иногда слабость, бывает давление там поскакало, ну, глазки стали хуже видеть. Но, в общем и целом, она не сидит на таблетках. То есть, вот я считаю, что такая, и таких много, вот таких вот худеньких старушек жизнеспособных, их довольно много. И я считаю, что это во многом благодаря тому, что большую часть жизни, начиная с детства, они жили на пищевом аскетизме. У них не было вот этого обилия мучного, сладкого, сложных каких-то блюд, сложных салатов с майонезом, первого, второго, третьего и десертов. Там ели-то, может быть, раз в день, ну, два от силы какие-нибудь щи с крапивы, там, из лебеды какие-то лепешки, травку где-то пощипали, какой-то щавель, какие-то ягоды, какие-то грибочки, то, что удавалось найти. Вот как мама рассказывает, что она помнит свое детство, что все время хотелось кушать. С одной стороны, это может показаться, да, это как бы ущербно, да, это тяжело, но с другой стороны, именно это и дало вот эту вот здоровую базу организму, который неприхотлив, который не требует много, который и не избалован, и не просит очень много еды и каких-то супер-пупер вкусностей. Нет, осталась та же самая приверженность к очень простым продуктам, вот таким природным, каким-то очень таким понятным, да, и эта тенденция, она и дает возможность поддерживать нормальный обмен веществ даже вот в таком пожилом возрасте. Вот почему я считаю, что надо затягивать пояса потуже, надо изменить свой взгляд вообще в принципе на питание и сделать питание только таким, чтобы оно просто поддерживало жизнь в вашем теле, но не было предметом удовольствия, роскоши и прочего. Оно, собственно, и на это и было рассчитано. И вот такое питание минималистичное, аскетичное, оно, между прочим, не означает, что оно ущербное. Да, в него нужно принести все необходимое. Какой-то минимум белков, обязательно жиры, углеводы, какая-то клетчатка, это, собственно, все, что нужно. Жиры, белки, углеводы и клетчатка, это вот четыре основные составляющие то, что нужно человеку для нормального функционирования. У нас есть капуста, есть морковь и свекла, есть какие-то растительные масла, есть животные жиры, есть сливочное масло нормальное, есть яйца, ну, иногда можно позволить себе какую-то там курочку или рыбку и, собственно, все. У нас есть какие-то запасы фруктов, да, я вот наморозила черники, каких-то ягод там других разных в морозилку, наморозила зелени. Можно себе обеспечить здоровое, минималистичное, питание, в котором будет все необходимое для того, чтобы вы были здоровы. Просто мы привыкли, понимаете, мы привыкли делать свое питание слишком разнообразным, и мы думаем, что чем оно разнообразнее, чем больше компонентов в одном блюде намешано, тем мы более полноценно себя обеспечиваем питательными веществами, ничего подобного. повторяло повторяло много раз и буду еще раз повторять, что за усвоение питательных веществ даже из минимального количества еды, вот в одном кулачке, отвечает кишечник, который должен быть чистым и здоровым, без синдрома раздраженной кишки, без синдрома дырявого кишечника, без колитов, без язв, и без прочих воспалительных процессов, если это здоровый чистый кишечник, он возьмет все питательные вещества, необходимые этому телу из небольшого количества еды, которую вы ему дадите в течение дня. Это факт, это на самом деле так, и надо просто это проверить, внедрить и понять, что да, действительно, все предыдущие коды просто переедали. Вот очень многие утром встают и первым делом бегут завтракать, а они его заработали, этот завтрак, ведь прежде чем позавтракать, нужно же хотя бы как-то немножко себя разогнать, да, а вы сделали разминку, а сходили ли вы там, потопали вокруг дома хотя бы пять кругов, чтобы немножко вспотеть, да, чтобы приготовить вашу пищеварительную систему переваривания пищи, попили ли вы водички, да, а сходили ли вы в туалет и так далее. Нет, очень многие открывают глаза и сразу бегут на кухню завтракать, потому что это уже слишком сильная привязка, да, жизнь, еда, жизнь, еда, и все вертится вокруг газовой плиты. и очень многие люди привыкли питаться по расписанию, да, завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин, а надо ли столько? Вопрос. Вот мой личный опыт показывает, что столько не надо, не умещается столько. Да, я была когда-то приверженцем традиционного питания и ела именно так, как я вот сейчас описываю, много, сразу, много всего, сложно, вкусно, с удовольствием, но вы видели, да, что это приводит все равно к развалу, и если вовремя взяться вот за это, да, и поменять все, поменять все в своей жизни, свой взгляд на питание, то, пожалуйста, мы получаем другой результат. Вы видели мой ролик, да, вот я выставила рилс, выставила в телеграме до и после, какая я была, какая я стала. Да, хорошо, внешность изменилась, да, что там была пухлая, там толстая, стала стройная, это все здорово, но главное-то ведь не это, не только это важно, важно то, что ушло состояние болезни из тела, ничего не болит, есть энергия, и я вот сейчас могу сказать, что несмотря на то, что, да, я иногда могу продуцировать, да, какую-то отрицательную энергию, если я расстроена, переживаю, могу поплакать, но это бывает редко, но в общем и целом, я считаю, что я несу положительную энергию и вот тот самый свет, который помогает миру. поэтому, заканчивая свой сегодняшний монолог, я призываю вас, давайте все-таки подтянемся, все, кто еще не освоил эту практику очищения, все, кто еще не знает, как это, перейти на более аскетичный тип питания, который будет не только наполнять питательными веществами, удовлетворять вас, но еще и давать энергию вам, как это все делать. Вот это все всему буду учить на моем интенсиве. Приходите. Значит, сегодня еще есть время записаться. Подарок получаете четыре электронные книги и еще и полувитровую баночку меда из нашего, с нашей пасеки. Получаете от меня полный комплект знаний, ничего не утаю, вот прям буду чуть ли не с каждым индивидуально работать на этом интенсиве, надеюсь, что это получится, дам максимум всех знаний, чтобы ушли с этого мероприятия полностью вооруженными и знали все, и потом еще могли и других научить. Давайте нести свет, давайте меняться, давайте помогать этому миру выживать и выживать сами. Я благодарю вас за присутствие сегодня, сейчас сохраню запись и до следующих встреч. свадьми Orchellysstub.com Сейчас